Бой с тенью. Именно так называют Ушу Таолу. Боевой вид искусства, сочетающий в себе элементы гимнастики и силовые упражнения. Соревнования по этому искусству боя проходят в выходные. Участники – 200 спортсменов от 4 до 22 лет. Из Иваново, Новгорода, Ярославля и Костромы. Антон – самый взрослый участник соревнований Ушу. Он занимается 18 лет. Говорит, что этот вид можно оттачивать всю жизнь и даже не преуспеть в нем. Есть у Антона любимые элементы. Те, которые имеют градусы в оборотах, то есть не обычные прыжки, а прыжки на 540 градусов, на 720 в приземлении, в разные позиции, там шпагаты и так далее. Взрослые спортсмены свою программу выступления составляют сами. Комбинируют элементы так, чтобы все выглядело зрелищно и органично. За минуту 20 – стандартное время выступления – боец Ушу должен продемонстрировать все свои навыки и технику. Судьи рассказывают, Ушу и гимнастика имеют много общего. Там, где, например, гимнастка сделает пластичный какой-то мах, например, прогнувшись пластично и красиво, спортсмен Ушу должен сделать это также пластично и красиво, но в итоге с определенной четкостью, жесткостью, то есть показать, что это удар. Ушу-таолу – китайская техника. В переводе означает «воинское искусство». Выходя на ковер, спортсмены должны криком продемонстрировать свой боевой дух. Николай Таланов занимается Ушу ежедневно по несколько часов. В будущем он рассчитывает на серьезные спортивные успехи. В Иванове высшим достижением пока считается третий дан по Ушу. Николай хочет побить этот рекорд. Здесь нет ни драк, нет крови. Это гимнастика, но в то же время здесь же есть поединки, поэтому мне и понравилось. За время выступления спортсмен не должен выдыхаться. Все элементы должны быть выполнены плавно и силой. Боец Ушу должен оставаться спокоен. Ведь, как и любое китайское боевое искусство, прежде всего Ушу – это философия. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.